Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь Христова празднует Светлое Христово Воскресение, сегодня Пасха Христова, и я от всей души сердечно поздравляю вас с этим праздником жизни, с этим праздником Небесного Царства, являющегося нам во всей полноте через Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня за торжественным, пасхальным, радостным богослужением читаются, естественно, отрывки из Нового Завета. И, как мы знаем, Евангелие сегодня читается, Евангелие от Иоанна, а апостольское чтение сегодня книга деяний святых апостолов. И сегодня Церковь предлагает нам первую главу данной книги, стихи с первого по восьмой. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал, которых и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И, собрав их, он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время Господи восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня светлое Христово воскресенье, Пасха Христова, которая, если посмотреть по уставу, продлится довольно-таки длительный период, и весь этот период мы будем читать с вами книгу «Деяний святых апостолов». И сегодня мы с вами открыли эту книгу, начали с первой главы, прочитали первые восемь стихов. Мы знаем о событии воскресения из Евангелий. Мы понимаем, как заканчивается каждая из Евангелий, так или иначе, заканчивается, естественно, событием воскресения из мертвых Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и отрывочные сведения о Его Вознесении. То есть небольшие такие лаконичные стихи, говорящие нам о том, что Христос Вознесся. Желание узнать, что же происходило дальше, было во все времена. И поэтому в первом же веке, в апостольские времена, евангелист Лука пишет свой второй том трудов своих, книгу «Деяния святых апостолов». И, как мы знаем, Евангелие от Луки было адресовано некоему достопочтенному Феофилу, которого Лука катехизировал, и вот два труда таких катехизаторских были рождены на свет. Это Евангелие и книга «Деяний». И вот первую книгу написал я тебе Феофил о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых он избрал. Здесь мы видим вот эту историю Господа нашего Иисуса Христа, его рождение, его проповедь, его страдания и его светлое воскресение и вознесение. Христос пришел и создал свою церковь, но дальше церковь живет и продолжает существовать до сего дня, и до скончания веков она будет стоять, и врата ада не одолеет ее, по словам самого же Господа. И поэтому нас интересует, а что же, как дальше Христос являет себя в жизни церкви, как Дух Святой являет себя в жизни церкви, и как те уникальные новые новозаветные отношения между человеком и Богом проявляют себя в нашей жизни. И вот об этом как раз таки и повествует нам книга «Деяний святых апостолов». И как раз таки сегодня, в день торжества церковного, великого и славного, таинства таинств, чудо из чудес, то, что является краеугольным камнем и фундаментом всей нашей духовной жизни, это факт Христового Воскресения, мы сегодня это как раз таки событие и празднуем, вот это является отправной точкой. Отправной точкой, потому что именно через Воскресение Христа стало актуальным, действительным и, что самое важное, действенным то, что Он говорил. И таинства Его, которые Он нам передал, ибо таинства церкви, они не рождены по прихоти церкви, по желанию церкви. Они берутся из постановлений самого Господа и постановлений Священного Писания, например, таинства соборования. Мы берем его из книги, из соборного послания апостола Иакова. Соответственно, все заключено в Господе. И именно Его светлое Воскресение открыло нам дверь в небесный храм, доступ к небесному Отцу. Поэтому с сегодняшнего дня мы с вами открываем историю бытия церкви со Христом. Как она развивалась, как распространялось христианство. И обо всем этом повествует нам книга «Деяния святых апостолов». И мы видим, что Христос собрал апостолов, явил себя им живым. С самого начала Он их удостоверил в Своем Воскресении, потому что мы видим в Евангелиях, читаем о том, что апостолы не понимали, что происходит, пока Христос не убедил их в том, что они не поверили в то, что Он действительно воскрес. Они удостоверились в этом. «Собрав их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». То есть, опять же-таки, реализация пророческого текста Спасителя. Потому что, как мы знаем, Господь наш Иисус Христос реализовал три служения, так как это было предсказано и пророком Моисеем. Служение царственное, служение царское, служение пророческое, служение священническое. И вот в рамках пророческого своего служения Он предсказывал, что должно случиться, как должны исполниться Писания. И вот они исполняются. И вот он говорит о том, что нужно быть в Иерусалиме, чтобы получить обещанное от Отца. «Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Заметьте, апостолы еще не все осознали, не все поняли. Ибо дальше мы видим вопрос. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Они еще не понимали, какого рода царство приготовил им Спаситель. Им и нам, соответственно. Царство небесное, а не царство земное. Но они еще живут в этих представлениях, которые были в иудейском народе. Их ожидания земного царя. Они все еще находились в этих заблуждениях своих, не до конца понимая, что произошло. И поймут они это позднее, когда Дух Святой сойдет на них. «Посему они, сойдясь, спрашивали, не все ли время царство собираешь ты Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил во своей власти. Все в руках Отца Небесного и не в нашей власти знать времена или сроки». Хотя очень часто люди любят спекулировать вот этой тематикой эсхатологической, то есть тематикой конца времен. «Итак, вы примете седу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Вот программная заповедь к апостолам обращенная. «Быть свидетелями» и к нам это обращено в том числе. Мы свидетели Царствия Небесного, свидетели силы Божьей, явившейся в воскресенье. И должны быть свидетелями всего учения Христова, всей его жизни. Быть Христа носцами, носить Христа в своем сердце и быть подражателями его жизни. И таким образом мы явим миру, правду Божию, правду воскресшего Спасителя. Поэтому сегодня Священное Писание обращается ко всей Церкви в полноте быть свидетелями воскресения. И как говорит послание к коринфянам святого апостола Павла, что «вкушая тело и кровь, мы смерть Господню возвещаем. Это самое лучшее исповедание». И веруем, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, что как Христос умер и воскрес славой Отчей, так и мы в обновленной жизни ходить начнем. Если мы будем участниками небесного таинства, Царства Небесного, через таинство Евхаристии, то мы будем истинными свидетелями и истинными проповедниками Слова Божия. Поэтому молитесь неукоснительно, радуйтесь в эти светлые дни Христового воскресения, в эти пасхальные дни, ибо было время покаяния, было время созерцания страстей и скорби, а сейчас время радости. И Господь будет хранителем нас в нашей радости. Поэтому радуйтесь о Господе и не унывайте. Христос воскресе! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова